Ко дню «Защита детей» наша организация решила сделать выставку «Харькова ценной жизни глазами детей». Цель этой выставки — напомнить харьковчанам, что в жизни человека есть наибольшая ценность, которой обладает любое государство. Все блага, все ценности, которые создаются, они создаются людьми, как культурные ценности, так и материальные, людьми и для людей. И иногда в погоне за приобретением, обладанием этим ценностям мы, как взрослые люди, забываем самое главное, что есть ценным. И эта выставка будет проходить с 1 по 4 июня в Саду Шевченко, и у детей есть для нас послание, которое говорит о том, что любая жизнь является ценной. Право на жизнь — это фундаментальное право каждого человека. Жизнь человека начинается с момента зачатия. Это уже вопрос неспорный. Папа Иоанн Павел II сказал, «С момента оплодотворения яйцеклетки начинается жизнь, которая не является жизнью отца или матери, но новым человеческим существом, который самостоятельно развивается. Ты никогда не станешь человеком, если не являлся им в момент зачатия». Эту очевидную и всегда известную истину подтверждают ценные доказательства современной генетики, которая определила, что от первого момента существует совершенная программа того, кем будет живое существо, человеком, конкретным человеком, совершенно определенными чертами. Только что оплодотворенная яйцеклетка содержит такое количество генетической информации, что её достаточно, чтобы контролировать весь процесс роста и развития в течение всей жизни человека. Простая цепочка ДНК содержит в себе информацию в библиотеке в тысяча томов. Именно благодаря тому, что есть новая жизнь, происходит рост. В момент зачатия нерождённый ребёнок не выглядит так, как человек, в том роде, как мы привыкли судить о человеке по внешности. Но с научной точки зрения он точно такой же человек, как более старший ребёнок или взрослый. Он выглядит так, как должен выглядеть человек на данной стадии развития. Многие образованные люди никогда не задумывались о своей позиции касательно абортов, приняв эту позицию от кого-то. Давайте посмотрим внимательнее. Есть только четыре различия между ребёнком до рождения и новорожденным ребёнком. Первое различие — это его размер. Но разве то, насколько ты велик или мал, может определять то, кто ты? Второе — это уровень развития. Является ли, например, 22-летний человек более человеком, чем 10-летний ребёнок? Третье — это окружающая обстановка. Разве тот факт, что ты в доме или вне дома делает тебя более человеком или менее человеком? Четвёртое — степень зависимости. Разве зависимость от другого определяет то, кем являешься ты? Если, например, человек является инсулиновозависимым диабетиком, делает ли это его менее человеком, чем он был до того, как у него развился диабет? Трёхмесячный ребёнок гораздо меньше, чем 10-летний ребёнок, менее развит и также не способен позаботиться о себе сам, как и до рождения. Вопрос не в том, как велик или мал, возраст умён или неудобен нерождённый. Вопрос в том, кем он является. И ответ прост — он является человеком. То есть гуманность, вообще общество, определяется его отношение к самым слабым членам. И в нашем обществе ребёнок нерождённый является самым незащищённым. То есть на сегодняшний день закон никоим образом не защищает ребёнка в возрасте до 12 недель. Хотя в первом триместре ребёнок полностью сформирован, и в продолжении следующих шести месяцев не происходит никакого чуда. То есть ничего нового не начинает работать, ничего нового не образовывается. То есть ребёнок только растёт дальше и зреет. Что происходит с обществом, которое разрешает и не защищает права своих граждан таких маленьких? Мы, работая в Центре помощи беременным, постоянно сталкиваемся с молодёжью, которая находится в кризисе неплановой беременности. И мы видим, что аборт очень часто рассматривается как свобода. То есть каждая женщина имеет свободу, свободу выбора, и в том числе свободу сделать аборт. Но аборт освобождает человека. Давайте посмотрим внимательно, от чего именно он освобождает. Он освобождает на самом деле человека от ответственности. И результат этого мы видим, что происходит с нашими семьями. У нас практически нет ни одной семьи, которая бы не затронула аборт. Что я имею в виду касательно семей? По статистике половину заключённых браков заканчивается разводами в нашем городе. Так называемый гражданский незарегистрированный брак стал нормой. Оба эти явления оставляют незащищёнными именно детей. Дети, которые воспитываются не в полных семьях, без опеки отца, более подвержены риску ранних беременностей, наркотикам, алкоголизм и криминальные группировки. Когда идёт пропаганда сексуальной свободы, в конечном итоге страдают дети. И та свобода, которая пропагандируется на данный момент, фактически свободой и не является. Потому что для детей эта свобода выглядит таким образом, что отец в своей свободе может уйти из семьи, и ребёнок остаётся незащищённым. И у любого ребёнка самая главная потребность — это потребность быть любимым. И когда в нашей стране пропагандируется свобода, и средствами массовой информации, рекламой очень часто разогревается именно чувственность, а не обучается молодёжь таким понятием, как любовь, и в том числе жертвенная любовь, потому что материнская любовь, отцовская любовь — это всё-таки жертвенная любовь, на которую способен именно человек, то как результат этого мы не учим людей посвящению, верности, обещания, всё это перестало быть ценностью. И выставка, которую мы организовали, но рисовали это дети. То есть мы дали просто тему. И дети рисовали, и она показывает, что они видят, что жизнь — это чудо, что жизнь — это подарок, что каждый ребёнок имеет право на жизнь. И это просто у детей это не составляет даже вопросов. И это дети самых различных школ с возраста, начиная от 6 до 17 лет, у которых есть это понимание ценности. Что касается статистических данных, значит, Украина, если привести данные по Харьковской области, за первые три месяца 2011 года на 6339 родов — это 2000 абортов. Это показатели Харьковского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики за первый квартал 2011 года по Харьковской области. То есть, другими словами, это порядка 666 абортов в месяц. Это размер целой школы. То есть масштаб потерь на самом деле для Харьковской области катастрофический. И если Украина будет продолжать такими же темпами, то по прогнозам в 2025 году население сократится ещё на 12 миллионов в Украине. Как влияет демографический спад? В прошлом году в Украине абитуриентов было уже на 142 тысячи меньше, чем в предыдущем году. И в этом году 11 классов в нашей Харьковской области можно просто пересчитать. То есть их крайне мало. Не каждая школа могла похвастаться вообще своими выпускниками этого года. Вот это то, что происходит. В Харьковской области смертность превышает рождаемость на 15 318 человек. То есть в 1,6 раза.